приветствую уважаемые телезрители в этом видео я вам покажу расскажу про робот-пылесос с автоматической станции высасывания пыли и хранения в ней а вы уже в свою очередь посмотрите и решите нужен вам такой не нужен мне его прислала компания dream модель называется dream bot d10s plus и здесь есть одна неоспоримая фишка который я в последнее время не видел ни в одном роботе-пылесосе с лазером навигации вот с этим с контейнером для высасивания пыли точнее для хранения это встроенная веб-камера прям самом роботе-пылесосе при помощи которой ты можешь следить к примеру за своими домашними питомцами либо находясь в другой стране можешь посмотреть вообще чего у тебя дома творится вот давайте на него посмотрим стоит он на озоне сейчас видел до 30 тысяч рублей на официальном сайте он стоит 40 тысяч рублей поэтому здесь кто как найдет потому что вот официальный сайт и цена вот такая вот для кого подходят такие вещи потому что здесь в принципе может находиться где-то даже два месяца просто в автономной работе то есть ты его запрограммировал что у тебя в примеру в понедельник и в четверг выезжает пылесосит там 100 квадратных метров приезжает потом пыль засасывает суда и хранит и сам едет подзаряжаться и он так может до того момента пока вот мешок с пылью не переполнится ну конечно смотря на сколько часто будет ездить насколько часто будет убираться насколько пыль и так далее но в принципе где-то до двух месяцев это рассчитано то есть если вы бываете дома не часто у вас много пыли вы хотите избавить себя от того чтобы постоянно все там вынимать выбрасывать то вот такую штуку нужно брать именно с таким контейнером значит мощность стасами 5000 этих паскалей но мне это не о чем не говорит вот remote vision это значит здесь у нас есть встроенная камера далее построение карт ну понятно что здесь лидар здесь у нас голосовое управление кстати работает при помощи siri google ассистента насчет alice сейчас посмотрим и здесь у нас влажная сухая уборка вот кстати здесь у нас как раз камера давайте открывать смотреть что идет в комплекте в комплекте мы получаем во первых очень модный цвет я не знаю как этот цвет называется темно серо-коричневый но выполнен сам робот-пылесос сама вот эта станция в таком цвете так еще и кабель питания положили в этом же цвете вот чего-чего по поводу дизайна но робот-пылесос здесь конечно ничего такого сверхъестественного нету вот это выглядит красиво то есть реально красиво острых углов нету все вот так вот в сборе уже поставляется ничего собирать не надо здесь у нас контакты зарядки а здесь соответственно так собака стоять а здесь у нас высасывается пыль и туда она у нас кого отправляется запасной мешок для пыли но как я уже много раз говорил что здесь уже установлен мешок если чего его можно вытащить ну чтобы новый не покупать отсюда можно все это дело вытрахнуть и обратно его поставить поэтому вот ну так вот два мешка получаем в комплекте ну инструкция как что здесь работает тоже комплекте идет такая вот насадка с мини-контейнером для воды заливается водичка смачивается тряпка ну и соответственно такая вещь она не автономная то есть ты должен и сам сюда налить водички и потом ее отсюда снять и оставить робот-пылесос там на месяц вместе с этой штукой не получится поэтому пылесосит он чисто сам и все умеет сюда вытряхивать а вот влажная уборка это только вместе с тобой по устройству робот-пылесоса конечно самое интересное это вот это вот камера посмотрите впереди как находится но сделано красиво называется и action с качества можно подключаться и соответственно смотреть что у тебя находится там за животными так далее с детьми к меру клавиши включения прорезиненные ну точнее клавиши включения вызвать домой и функция лидар у нас лазером сканирует это самое лучшее что может быть и только такие штуки выбирайте здесь находится контейнер для мусора который можно вручную вытащить хипофильтр но и соответственно все в помойку и обратно поставил либо вот умеет через вот эти вот отверстия как видите внизу высасывать сам пыль щеточка для обслуживания что там волосы срезать и так далее здесь qr-код для подключения приложения клавиши reset и здесь вот понимаю вай фай наверное может сброс на нижней части все по стандартному ну туда крепится как раз контейнер для воды очень кстати удобно на магнитах то есть короче исполнение у этого робот присос очень классная тогда же как он снимается отстегивается потом здесь таким защелками соответственно барабан без всякого ворса прорезиненный кстати надолго хватит хорошо что одна вот эта щеточка боковая потому что 2 бывает не всегда хорошо датчики от сваливания находится мой контакт и зарядка переднее колесо колеса здесь по проходимости да в принципе как и везде нормально колеса вообще практически везде одинаковые короче это удобно сделано это круто здесь что в ворсе никого нет тоже классно так ну чё давайте все включаем посмотрим что у нас будет по приложению наши ребята все подключил робот пылесос к приложению по поводу алисы к сожалению данная модель не поддерживается потому что вот если мы заходим в dream home значит у нас пишет что поддерживается d10 плюс но это d10s плюс вот она именно не поддерживается его здесь можно перейти типа в магазин и там вот d9 поддерживается так далее их уже прикупить лишь факт в том что именно вот эта данная модель не работает отдельно есть приложение dream home и здесь у нас пожалуйста наш робот пылесос есть и также мы можем сюда зайти в камеру в реальном времени и посмотреть плюс сделать фотки и видео оттуда и хранить их как бы в облаке там 200 мегабайт будет доступно заходим вбиваем пин-код то есть в принципе никто кроме вас не должен подключиться потому что работают все через пин-код который ты делаешь и дальше можно вот так вот просто управлять и соответственно ездить но дистанционно сами понимаете из любой точки мира всегда можно проехать посмотреть чего тебя где находится и так далее не но тема может быть конечно прикольная так не для всех не будешь ты этим наверно каждый день пользоваться но с другой стороны если ты где-нибудь находишься и хочет как тебя робот присос убирается все ли у тебя дома в порядке то так вот подрубаешься и смотришь вот здесь можно фото видео сделать и соответственно голосовое управление то есть можно сказать в телефон и будет раздаваться здесь может не знаю там детям кошку не придет передать такой эй давайте занимайтесь уроками вот можно так вот передать сюда сообщение ну кому-то это возможно нужно будет и перед первым таким нормальным включение нужно везде прибраться чтобы он один раз проехал и создал карту при помощи вот этих своих лазеров лидар вот так происходит парковка все это в таком формате вам заряжается еще раз отмечу что выглядит красиво и кстати есть в озвучке еще русский язык можно включить робот-пылесос у нас тут везде проехался построил такую небольшую карту которую можно потом сохранить и он разделяет все это дело на помещение на комнаты и можно выставлять что примеру вот в этой комнате я хочу чтобы он проехал три раза убрался а в другой комнате хочу чтобы он не убирался плюс также могу дело здесь запретные зоны примеру чтобы он не ездил суда там где у меня стоит там компьютер чтобы туда там где у меня провода и так далее все это делается здесь прошу ну с картами все очень удобно уже сто раз говорил сейчас давайте посмотрим как он будет сама очищаться чем у нас запаркуется по поводу камеры в принципе тем прикольно но кто и как это будет применять пожалуйста сами решайте так паркуется и теперь давайте настроим режим автоматически но сайт довольно таки даже не громко и здесь можно настроить как часто он будет это делать так ребятушки давайте посмотрим что у нас тут получилось все ли он отсюда вытащил да смотри вообще все чистенько окей так собаку голову и давайте здесь посмотрим что у нас получилось сколько он сюда выбросил пыли ну я каш камер туда не прям супер могу просунуть но ребят все вот как оно и должно работать сюда просто дальше устанавливаем вообще конечно это не сделано как бы одноразовыми но я не думаю что это настолько критично и все рук пылесос заряжается дальше готов ездить удобная штука например я могу даже поставить запрет зоны влажной уборки что весь мир там реально провода вот чтобы он где-то не ездил ну там виртуальную стену могу построить чтобы он пример он дальше чем вот здесь вот он конечно не проезжал и просто и пример там какую-нибудь квадратную зону запретную что здесь у меня пример какие-то провода сохраняю и все для него это будет препятствием ну нет пока не буду ничего сохранять все заряжается из интересного еще здесь есть специальная ниша в которой можно провода то что здесь не используется намотать тоже очень классно продумано по дизайну вообще всего вот этого ставлю прям пять баллов из пяти по применению роботоприсоса давайте поставим 4 потому что примеру с голосом ассистентом там алиса маруся сейчас конкретно так модель не работает но я думаю что это все по софту надо пилиться потому что вот с приставкой с почему-то пока еще не поддерживается без приставки с поддерживается значит убирается на уровне все хорошо прям это тоже все отлично работает но влажная уборка здесь ручная то есть когда тебе нужно конечно не душу прям максимально это рассчитан тоже здесь ведь какой маленький контейнер для воды все эти вещи покупаются на алиэкспрессе то же самое передней вот это вот щеточкой тоже все как запасная часть все дело покупается как и хипофильтр вот ссылка оставим на него в описании мне понравился классный ну все спасибо что досмотрели подписывайся на канал с вами было до новых встреч